Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как поднять, гневаясь не согрешайте? Это цитата из послания к эфесинному апостолу Павла. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Имеется в виду, что если ты горячий раздражительный человек, а апостол Павел проповедовал среди южан для нас, которые все люди, многие из которых по нашим представлениям люди очень горячие. Он призывал до вечера примириться с тем, с кем ты поссорился. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Но святые отцы эти слова, гневаясь не согрешайте, они толкуют их более глубоко. Они говорят, что гнев вложен Богом как необходимая часть, как необходимое качество и свойство души, богоподобной души человека. И этот гнев должен был быть у Адама направлен против возможного греха. К сожалению, в грехопадении Адама и Евы это свойство души человека не сработало. Но святые отцы говорят, что избавиться от греха можно только, если ты будешь на него гневаться. Вот тебе пришло в виде помысла предложение, а ты в гневе говоришь, не мое, нет, не принимаю, нет моего соизволения. Грех от тебя отскакивает. На уровне еще предложения, на уровне мысли. Вот это и есть безгрешный гнев, гнев правильный. Мы же помним, что Христос гневался, например, на торговцев в храме или на начальника синагоги, который в ответ на исцеление сагбенной женщины предложил всем приходить и исцеляться в другой день, кроме субботы, сказано, посмотрев на него с гневом. Это был праведный гнев Божий на грешного человека, который при этом думает, что он от имени Бога может у кого-то что-то требовать. Поэтому гневаться, не согрешая, можно. Например, если ваш ребенок чем-то тяжко согрешает. Ну вот, например, он первый раз украл деньги из родительского кошелька, например, или вы чувствуете от него запах курева. Если вы скажете, ничего, сынок, нормально, вот тебе пачка сигарет на день, да, вы согрешите. А если вы отойдете, произнесете молитву, вернетесь и изобразите гнев и накажете своего сына, лишив его чего-то, то вы не только не согрешите, а вы поступите добродетельно, потому что это ваша обязанность. Своим пока гневом, у него пока нет гнева на это, он еще волей не сформирован, гнев против греха, поможет ему не стать зависимым от этого греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.